Из-за жизнеописания святого апостола Петра Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень. Так сказал Господь, когда Андрей привел к нему своего брата Петра. И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от горячки. Из трех избранных своих учеников Господь удостоил святого Петра быть свидетелем своей божественной славы на фаворе. Своей божественной силы при воскресении, воскрешении дочери Иаира. Своего божественного молитвенного бдения в Гевсиманском саду. Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи. Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу ему по воде. Он, но вдруг, усомнившись в божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии. Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают, его ответил сразу, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдания и смерть. Он был и единственным учеником при искушении, трижды отрешившимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть себя воскресшего. Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю. Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве доверия в пасти своих словесных овец. По сождествии Святого Духа на апостолов, который вдохнул в них божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, совершенных чудотворениях именем Христовым. В его радости претерпеть любые скорби, гонения и лишения, в его готовности принять крестную смерть из-за учителя. Преследуемый Синедрионом апостол Петр безбоязненно с великим дерзновением проповедовал Христа воскресшего перед лицом тех, кто распял его и запрещал о нем проповедовать. Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей. Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову обличаемые в преступлении испускали дух, а мертвые воскресали. Хромые начинали ходить, расслабленные исцелялись. Больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени. Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере и язычников, за что и был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее ангелом Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников. В Риме апостол Петр был предвозвещен самим Господом о скорой кончине. По повелению императора Нерона, жаждущего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона Волхва из-за обращения ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр упросил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Аминь. Аминь. Аминь.